Всем привет! Это Брит с рубрикой «Обретите друга». В кошачьем приюте последний раз мы были еще в марте, но мы соскучились, поэтому сегодня мы в приюте Муркоша. В приюте проживает более 500 кошек. Со всеми мы познакомиться, конечно, не успеем, но покажем вам много красивых котиков. Ну и, конечно, оставим им сюрприз от нас, чтобы они точно поняли, что к ним кто-то приезжал в гости. Пойдемте общаться с руководителем приюта. Добрый день! Рады к вам приехать сегодня. Расскажите нам немного о истории вашей организации. Добрый день! Рада видеть вас в гостях. История нашего приюта началась 8 лет назад, когда учредитель и создатель нашего приюта решил завести себе жекушку и поехал на передержку. И, собственно говоря, это был обычный дом, где одна женщина содержала много животных. Животные были неухоженными. Скажем так, ели не самый лучший корм. И детка сказала сделать приют, где будет приходить огромное количество животных, чтобы не один человек тянул на себе огромное количество животных. А чуть нас больше, тем мы качественно не можем оказать уход питомца. Расскажите, сколько всего кошек с момента создания прошло через ваш приют? Более 6 тысяч. А сколько всего кошек забирают в месяц? Хорошее пристройство начинается с августа и заканчивается в феврале. В этот период мы можем пристраивать от 70 до 100 животных. В другие месяца это может быть 40-60. А можете, пожалуйста, рассказать о эмоциях, которые испытывают люди, когда забирают кошку из приюта? Это такое приятное волнение, его очень тяжело объяснить. То есть у тебя появляется новый член семьи. Только позитивные эмоции. Мы с вами обсуждали, что идея приюта в том, чтобы все-таки вот эту помощь животным вытягивал не один человек, а была целая команда, которая может это делать на качественном уровне. А сколько сейчас в организации работает волонтеров? У нас есть и сотрудники, потому что волонтерство – это дело добровольное сегодня. Есть желание и возможность помочь. Завтра такой возможности может и не быть. Сотрудников у нас около 50, а волонтеров – 200. Как мы вам уже сказали, в приюте на данный момент проживает более 500 кошек. И это огромное количество, на которое уходит большое количество затрат. Поэтому мы позаботились и привезли кошкам корма. Играет музыка. Мы на постоянной основе начали запускать акции «Корм за лайк», в которых именно вы участвуете в сборе корма для приюта. И в этот раз вы набрали 68 килограмм корма. Вы большие молодцы. Представьте, от вас всего лишь лайк, а совершайте какое большое дело. 9 таких мешков приехало к Муркоше именно от вас. А еще мы помогли. Мы привезли от себя как сухие корма, так и влажные. Вот в таких маленьких коробочках находятся консервы для кошек. Мы часто спрашиваем о тяжелых историях животных, чтобы наши зрители могли проникнуться этой судьбой. И, может быть, расскажете о истории, вот, например, этого прекрасного котика. Это котик Мурашек. Он поступил к нам зимой прошлого года. Его забрали с дач. На дачах была конюшня, страшный мороз был. Собственно, котик поступил не в очень хорошем состоянии. У него была респираторная инфекция. Впоследствии выявили, что у него лейкоз и иммунодефицит. Это как ВИЧ у людей. То есть вирус, который угнетает, скажем так, иммунную систему. В следствии мы еще выяснили, что у котика сахарный диабет. И последние исследования мы его повезли на рентген. Они нас подвергли в шок, потому что в теле кота находится 17 пуль. И, честно говоря, я не знаю, как он выжил. И, несмотря на всю жестокость людей, он, видите, остается очень ласковым котиком и доверяет людям. Мы очень надеемся, что Мурашек найдет своего хозяина и забудет про свое тяжелое прошлое. Я еще слышал, что у вас есть особенные животные. Расскажите нам про них. Да, я бы хотела рассказать про наших малышей-спинальников. Каждый из них получил травму звоночника. Например, Агайо поступил к нам в приют. Ему, наверное, было месяца 2-3. Его нашли на дороге. То есть, скорее всего, сбила машина. Мэлори когда-то взяли в другом приюте. Но не смогли обеспечить ей уход. И она поступила к нам в приют. А слайдеры нашли, если я не ошибаюсь, ремонт автомобилей. Какое-то такое место, стоянка, что-то с этим связанное. Собственно говоря, эти ребята ничем не отличаются. И мне в них нравится то, что они думают, что они такие же, как мы. Они без комплексов. За ними нужен просто уход. Он заключается в том, что 2 или 3 раза в день надо мануально опорожнять мочевой пузырь. Сами до конца они не могут этого сделать. Барава к нам поступила несколько месяцев назад. То ли он выпал сам из окна, то ли выкинули из окна. Собственно говоря, была сломана челюсть у этого котика. Ему предстояло, ему уже сделали сложную операцию. Сейчас видите, самый обычный кот. Хотелось бы еще рассказать историю про вот этого красивого котика Киллина. Его нашли холодной-холодной зимой в коробке. Котик сначала проявлял агрессию. Собственно говоря, это можно понять. Потому что, когда встречаешься с человеческой жестокостью, ты перестаешь доверять людям. Но благодаря сотрудникам нашего центра, приюта, он уже начал быть более лояльным по отношению к людям. Начал доверять потихонечку. Есть очень печальные истории, когда от животных избавляются как от ненужного мусора. Например, вот кошку-рукавичку нашли на помойке в запечатанной коробке. Мне кажется, здесь неописуемая жестокость, потому что в запечатанной коробке кошки не оставляли никаких шансов на жизнь. Ну, хорошо, что вовремя заметили волонтера. При выгрузке вы, наверное, заметили, что есть маленькие коробочки с консервами, а есть побольше. Сейчас расскажу вам, что в них. С 17 июля по 17 октября забирайте кошку из приюта Муркоша и получайте подарок от Бри. Когда вы открываете набор, вы видите в первую очередь приветственную листовку, где мы благодарим вас за ваш добрый поступок и оставляем QR-коды и номер для связи с нами. Далее в наборе есть 4 разных пауча. 2 в соусе и 2 в желе, чтобы ваша кошка попробовала разные. Также можно увидеть 2 разных вида консервов и сухой корм на пробу. В данном случае с лососем. Приходите в приют, забирайте животного, оставляйте свои контакты для нас и получайте подарочный набор. Один из них вскрыли мы, поэтому не переживайте. Мы видим большую активность под выпусками Обретите друга и за это вам очень сильно благодарны. Поддержите этот выпуск лайком и комментарием. С вами был Дима, на связи.